Всем привет! Канал Шанс Подняться продолжает свое вещание. Нереальное количество всяких каких-то сливных, сенсационных, в общем, нестандартных исходов происходит в теннисе, в женском особенно. И Филипп Кальшрайбер слился просто невероятно со счета 5-2. Я только потом увидел, как выглядит вообще его соперник этот Вахап, и это вообще было нечто. Филипп, ты меня поразил, но я подозревал, что ты можешь слиться. Поехали! На самом деле сегодня у нас три прогноза интересных во внимании. Первый это матч Александра Соснович-Кирстен Флипкинс. Они играли между собой два раза, оба раза побеждала Соснович. Я считаю, что тут не будет какого-то длинного анализа. Я считаю, что просто игра Саши Соснович на грунте гораздо более интересна, нежели Флиппкинс. Хотя и Флиппкинс играет в целом интересно, креативно. Я думаю, победа будет за Соснович. Коэффициент 1.66. Следующий прогноз это Ник Киргиоз и Ива Карлович. Они встречались между собой пять или шесть раз. Ни разу Киргиоз ему не проигрывал. Я думаю, что на самом деле вот эта ставка сверхнадежная. Киргиоз, я думаю, отдавать матч не будет, если он там не откажется, не заболеет. Что-то такое сверхъестественное не произойдет. Я думаю, 100% победа за Киргиозом. Ну и третий матч скорее бонусом. Но, тем не менее, я считаю, что Гвидапелли на грунте обыграет тенниса Сангрена. Просто потому, что, первое, он левша, с ним неудобно играть. И, второе, его игра абсолютно подходит под грунт. И он там чувствует себя комфортно. Обыграл Сэма Куэри в трех сетах. Я думаю, что это не минус для него. Я думаю, он в состоянии играть длительные матчи. Он как раз-таки хорошо вошел в игру. Вот такие прогнозы, пацаны. Я честно скажу вам, сегодня еще будет матч Миша Зверев-Малик Жазери. Вот-вот уже не верю я в победу Миши Зверева, как и, в общем-то, не верил в его победу над Пауло Лоренци. Хотя там просто Лоренци сыграл отвратительно. Похоже, он уже близок к своему завершению карьеры. Может, он еще поиграет, как типа Миша Южный. Но что-то... Я вот смотрел, он играл просто на самом деле ужасно. Вот, поэтому я не буду давать на этот матч конкретный прогноз. Потому что я считаю, что те три матча, которые я уже озвучил, они интереснее. Вот такие у меня выводы, друзья. Всем спасибо, что остаетесь с каналом. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Увидимся в новых видео. Пока.